Девчонки, всем привет! Решила начать снимать для вас снова новый влог. У нас вот такая прекрасная погода за окном, снежок. Просто вообще красота. Обожаю, когда идет снег. Как-то мне это больше нравится, чем слякоть. Там мокрый снег, когда бывает, да. Ну, думаю, многим тоже так. Сегодня я сварила вот такой супчик с фрикадельками. Фрикадельки я делала не сама, а купили их мы в пятерочке. Я на самом деле не люблю такие супы. Вообще, в принципе, не ем фарш. Мне просто не нравится такое мясо. Напишите, как вам. Любите ли вы такие супы? Ну что, девчонки, время ужина. Сейчас я варю вот такой круглозерный рис от Увелка. Последний пакетик уже у меня сейчас варится на плите. Очень вкусный рис. А еще муж мне сейчас пожарит вот такую Ристория Кордон Блю с сыром и ветчиной. Ну, это что-то типа куриного филе. Ну, не типа, а это и есть куриное филе с сыром и ветчиной внутри. Очень вкусное. Нравится. Уже не первый раз его берем. Такое прям сытное и вкусное. И вот так это куриное филе выглядит в упаковочке. Здесь 4 штучки замороженных. На сковородочке жарим. Очень все вкусно получается. Ну и вот, девчонки, готов уже мой ужин. У меня здесь рис. Также немножечко кетчупа я добавила. Три помидорчика черри маринованных. Конечно же, куриное филе. Вот такое оно поджаристое. Очень вкусное получилось. Также вот такая шоколадка моя любимая от Милки с фундуком. Заказывала я ее на сайте Озон. Вот так они мне ее помяли, прислали в таком виде. Конечно, я написала ей негативный отзыв. Вот, видите, да? Все так прогибается. В общем, никому не рекомендую заказывать там этот шоколад. Ну и на десерт я хочу съесть помело, наверное, четвертинку. Очень его люблю. Ну и все, девчонки, буду я кушать. Всем желаю приятного аппетита, кто тоже, как и я, ест. Буду тоже трапезничать. Девчонки, всем привет. Продолжаю я снимать влог уже спустя несколько дней. Хочу вам сейчас показать покупки, что муж купил в магазине. Так, итак, первое, что он взял, это вот такой вот морс. Ягодный край с брусникой. Он покупал его, когда был в командировке. Сказал, что он, в принципе, вкусный. Так, дальше. Морс у нас вот сколько стоит. Можете посмотреть в чеке. 59,99. В общем, такой еще круассан от Яшкина тоже взял с ванильным кремом. Так, далее. Вот такой хлеб от нашего местного производителя Ванта. Хлеб шиничный на традиционные закваски. Мы всегда берем его. Бывает в более большом объеме. Бывает вот такую небольшую. Берем хороший хлебушек. Так, далее. Вот такая колбаска Трио Мио. Колбаса сырокопченая. Мясное производство Ремид. Здесь идет такая профессиональная нарезка. Обожаю, когда колбаса вот таким вот, не вот таким вот, да, а вот такими тонкими слайсами нарезана. Так на хлебушек кладешь. Там, не знаю, с кетчупом, еще с чем-то. Вот. И очень даже вкусненько для завтрака. Так, дальше. Станция молочная. Это уже у нас идет молоко. Здесь сколько? 3,2%. Полтора литра объем. Это муж себе взял. Еще один вот такой сок. Даже не сок, а узвар какой-то. С шиповником от марки Ягодный край. Тоже муж сказал, что он покупал, когда находился в командировке. Сказал, что он тоже вкусный. Я ни разу такой сок не пила. Надеюсь, что понравится. Пробовали ли вы такой сок, напишите тоже. Будет интересно почитать ваше мнение. Вообще, на самом деле, шиповник, как такое, какое-то, да, растение или ягода. Не знаю, что это. Я не очень люблю. Еще муж взял вот такие сосиски, бистро, марка Тавер. На работу сегодня буду ему отваривать макароны. И вот сосисками с собой возьмет. Иногда, конечно, я, да, бываю ленивой. Мне проще свалить макароны и сосиски, чем заморачиваться. Что-то такое более сложное готовить. Ну, как бы это же тоже еда, да. Это как бы тоже многие люди едят. Поэтому я считаю, что ничего страшного. Напишите, кстати, что готовите вы своим мужьям на работу. Бывают ли у вас такие дни, когда вы просто что-то простенькое делаете. Далее, вот такая колбаса юбилейная. Тоже муж взял себе на бутерброды. Он любитель таких вот различных изделий колбасных. Я такое на самом деле не очень люблю. Очень редко их ем. Вот. Но на бутике, я думаю, нормально ему пойдет. На работу можно сделать. Либо дома покушает. Так. Что у нас тут еще? Дальше. Вот такую мужь взял новинку от марки Горячая штучка. Хрустящие крылышки. Поджарь для супер хруста. Мы разную продукцию от Горячей штучки очень любим. Часто покупаем. И я думаю, что вот эти крылышки тоже будут вкусные. Конечно, вряд ли такие, как в KFC, там в Burger King, еда либо в Макдональдсе. Но я думаю, что если пожарить дома, то должно получиться тоже очень даже неплохо. Смотря, конечно, как приготовишь. Но мне кажется, это так. Такие вот они красивые. Думаю, что будут вкусные. Дальше. Моя любимая каша от марки Быстров Ассорти для гурманов. Обожаю есть на завтрак овсяную кашу. Вообще любую. Именно вот эта мне тоже очень нравится. Здесь 6 пакетиков по 3 вкуса каждого. Получается апельсин, манго, 3 пакетика. И также кокос и вишня. Тоже 3 пакетика. Обожаю эту кашу. Уже сколько раз, не знаю, вам показывала ее во влогах. Еще мне очень нравится каша от марки Ясно-Солнышко. Тоже классная. Ну и эту также я периодически беру. Так, покажу вам сейчас, что по ценам вышло. Можете поставить на паузу и просмотреть. Озвучивать извините не буду, потому что это очень долго, пока это все найдешь, пока это все произнесешь. Вот можете посмотреть. Горячая штучка 140 и так далее. Вот такие, девчонки, получились наши покупки. На самом деле их не так уж много. Но решила вам тоже это во влоге показать. Отдельное видео про продуктовые покупки я уже очень давно не снимала. Но пока только так. Девчонки, всем привет. Сегодня уже следующий день. Я только вернулась домой с маникюром. И сделала себе вот такой красивый лак. Это магнитный гель-лак. Наконец-таки теперь я смогу снимать видео. Потому что до этого ногти у меня были не очень. Вот, отросли тогда сильно. Так, касаемо покупок. Купила я вот такой чокопай. Это новинка с кокосом. Давно уже я его искала у нас в городе. Не могла найти. Вот, наконец-таки нашла. Чокопай я вообще обожаю. Разные вкусы. И этот, надеюсь, что тоже будет такой же вкусный. Дальше. Сдобная особа. Австрийский штрудель с вишней и ванилью. Тоже мне очень он понравился своим таким вот, да, оформлением. Точнее, внешним видом. Да, правильнее будет сказать. Фруктоняня пюрешки тоже обожаю. Новинка шоколадки. Альпенгольд. Малиново-йогуртовая начинка. Я ее летом очень искала. Вот только нашла сейчас в магните. Далее кофе 3 в 1. От Нескафе с карамелью. Тоже покупаю же второй раз. И такая жевательная резинка Орбит. Нежная мята. Вкус. Здесь 15 штук. Ну и также мне захотелось водички. Как раз я после ногтей забежала в магазин. Вот купила воду. Самая обычная. Святой источник 0,5. Так, ну и касаемо по ценам. Вода 25. Далее пакет 7 рублей. Пирог 210. Печенье Орео 160. Шоколадка 47. Кофе с карамелью 16. Далее жвачка 48. И пюрешки вышли на 114 рублей. 4 штучки. Вот такие, девчонки, были у меня покупочки. Пишите, что покупаете из вкусняшек в магазине вы. Будет интересно почитать ваше мнение. Потому что я любитель покупать всяких новинок. Обожаю покупать все такое новое, вкусненькое, интересненькое. Давайте по традиции покажу вам вкусняшки американские, которые мы уже съели. Которые закончились. Во-первых, два вот таких скитлса. Такой вот фиолетовый. Обычные мелкие были очень вкусные. Тут вот разные вкусы. Там вишня, клубника, зеленое яблоко, малина и черника или голубика, не знаю. Вот, да, это, по-моему, да, это зеленое яблоко. Так, ну да, девчонки, я отклеила. Здесь не зеленое яблоко, а яблоко и черная смородина. Ну, вкусный, короче, скитлс понравился. Далее еще вот такой был скитлс. Тоже были такие прям крупнющие, такие большие драже жевательные. И здесь вкусы клубника, лайм, лимон, черная смородина и апельсин. Тоже очень понравились, классные. Возможно, буду покупать еще. Далее M&M's со вкусом кофе и ореха. Очень тоже понравился. Произведен он также в Америке. Здесь нет слова по-русски. Написано, что США. Вот на наклеечке только, да, что-то есть. Так, дальше еще вот такой M&M's. У меня их две упаковочки было. Вот одна закончилась с брауни. Не очень понравился какой-то. Он такой прям, знаете, очень такой тугой, тверденький. В общем, не для меня вообще. Вот такие были вкусняшки. В принципе, вкусные, кроме вот этого M&M's с брауни. Что-то, девчонки, у меня влог прям затянулся. Ну, не могу я снимать два дня там или день. Всегда он мне как минимум на неделю растягивается. Хочу вам показать покупки. Вернулась только с магазина. Купила десерт пломбирный. Далее фруктоняню. Сникерс арахисовый крем. Очень вкусный. Далее фруктоняня пюрешку. Киткат. Такие вкусные дрожжи вафельные. И скраб от чистой линии. Слышала о том, что этот скраб будут снимать с производства. Поэтому купила себе один, чтобы у меня был прозапас. Как раз он еще был по скидке. 105 или 109 рублей. Не помню точно. Так, вот анкетка с арахисом, кукурузой, семенами чия и вафлей. Очень вкусный. Вот такие девчонки были покупки. Касаемо по ценам. Можете посмотреть. Вот. Не буду озвучивать. Потому что, как всегда, сейчас это все надолго. Короче, начну вам все это рассказывать. Не буду затягивать ваше время. Просто поставьте на паузу. И посмотрите, что сколько стоило. И что на что у меня вышло. Вот. А погода у нас сегодня за окном. Вот такая красивая. Опять идет снежок. Конечно, деревья уже более голые. Раньше было как-то покрасивее, мне кажется. А покрасивее, точнее, от великий русский язык. В общем-то, да. Сейчас как-то вот. Ну, он идет, конечно, хлопьями, да. Но уже нет вот этих вот шапочек, да, на деревьях со снегом. Ну, тоже, мне кажется, и так красиво. Покажу вам небольшое расхламление. Вот такие у меня остались трости от бальзамов для губ. Заказывала на сайте Валберес. Решила их не хранить и выбросить, потому что ребенок у меня явно этим безделушками играть в дальнейшем не будет. Ну, и хранить их, я считаю, тоже незачем. Здесь у меня уже очередные пустышки. Хочу вам тоже показать. Ну, вот закончились продукты. Буквально вот и вчера, и сегодня. Ну, уже, конечно же, отцы выходят в видео про пустые баночки. Девчонки, давайте я закончу этот влог вот таким кадром. Скажу вам отзыв на вот такую штуку. Это сдобная особа, австрийский штрудель. Показывала вам в покупках. Вот так он выглядит внутри. Вот таким образом. Очень, девчонки, вкусный. Очень понравился, классный. Всем могу посоветовать. Спасибо вам огромное за ваши лайки, за комментарии, за просмотр. Всем желаю хорошего настроения, отличного дня. И всем пока-пока. Вот такая вкусняшка будет меня сейчас радовать.